здравствуйте сегодня мы поговорим о почвенном вредители это личинка майского жука в мае все мы видим крупных таких громко жужжащих жуков которые перелетают с дерева на дерево это и есть сам майский жук майский жук особого вреда не доставляет нашим насаждениям но его личинка это очень большой вредитель который живет в почве вообще развитие майского жука происходит в течение нескольких лет и вот как раз личинка в течение двух лет живет в почве а питается она решками растений когда мы перекапываем почву мы могли видеть наверное такого довольно таки крупного червяка или крупную гусеницу желтовато белого цвета с коричневой головой и со множеством лапок она такая здоровая жирная это и есть личинка майского жука в течение двух лет находясь в земле она интенсивно питается объедая корешки растений особенно молодых растений и если почва заражена личинкой майского жука а майские жуки из года в год откладывают кладки яиц практически в одни и те же места личинки майского жука наносят очень большой вред урожаю может уничтожить до 50 процентов урожая и сейчас я расскажу как можно избавиться от личинок майского жука во-первых майские жуки откладывают яйца в рыхлые богатые органикой земли это может быть и компостные кучи это может быть и где-то у вас перепревает навоз и если вы вообще в землю вносите много органики вот как раз это место которые могут облюбовать майские жуки как узнать есть ли у вас там личинка или нет при перекопке мы обычно лопатой вытаскиваем этих личинок причем птицы их не особо и едят потому что они настолько большие что птицы их просто боятся если вы заметили что у вас хотя бы 1 2 вот такие гусеницы здоровые появились тогда нужно применять препараты а препараты это от почвы обитательных вредителей это земли это бургузин это почин то есть ищите препараты где действующим веществом является диазенон это единственный почвенный инфектицид и просто их при перекопке добавляется вот в те места где у вас обитают личинка майского жука но они бывают практически всегда в земле но другой вопрос сколько их там и если 1 2 личинки то это еще не катастрофа а вот если много вот тогда при перекопке а этот участок копать нужно будет обязательно и глубоко собираем все их и уничтожаем и обязательно следим чтобы численность их не возрастала и надеюсь вот эти наши советы помогут вам обезопасить свой участок от этого опасного вредителя